Здравствуйте! Лариса Евгеньевна, мы с вами традиционно встречаемся накануне 1 декабря, Всемирного дня борьбы со СПИДом. Наверное, начнем с ситуации в Димитровграде, насколько она изменилась в лучшую, либо в худшую сторону. К сожалению, несмотря на все предпринимаемые усилия, как со стороны правительства, так и властей города, клинической больницы, к сожалению, сказать, что заболеваемость снизилась, нет. Наоборот, мы подвели итоги буквально вчера. За 11 месяцев 2017 года у нас новых случаев ВИЧ-инфекции 190 выявлено. Это уже больше, чем в прошлом году за весь 2016 год. То есть, ну, рост пусть незначительный, но есть, где-то 4%. И в этом году обычно мужчины и женщины как-то у нас в последнее время на равных были по выявляемости. В этом году мужчины в два раза чаще выявляются, чем женщины. И это косвенно свидетельствует о том, что вырос путь передачи именно парентеральный, то есть при употреблении инъекционных наркотиков. Вот при проведении расследований в этих случаях новых заболеваний мы в 50% установили половой путь передачи и в 20% парентеральный. Но остальные пока еще в стадии доследования. Есть ли новые случаи заболеваемости среди детей? Ну, вообще заболевания, передающиеся от матери ребенка, сейчас считаются чрезвычайной ситуацией. То есть разработана стратегия правительства по борьбе с распространением ВИЧ-инфекции в Российской Федерации до 2020 года. И там одной из приоритетных целей стоит как раз цель ноль, то есть ноль новых случаев вертикальной передачи ВИЧ. И каждый случай такой передачи заболевания рассматривается на уровне Министерства здравоохранения Российской Федерации, но считается ЧП. То есть вот, к счастью, пока, боюсь, конечно, даже говорить, за 2017 год и 2016 новых случаев заболеваний среди детей не выявлено в городе. Это мы можем еще раз сказать о том, что не обязательно при наличии родителей с ВИЧ-статусом ребенок родится с таким листатусом. Конечно, благодаря современным препаратам, при том, что мама будет выполнять назначение акушера-гинеколога, врача-инфекциониста, но практически 100% она может родить здорового ребенка. Конечно, риск передачи всегда остается, но он сведен к минимуму. Вы уже затронули тему пути передачи инфекции. Может быть, чуть подробнее, потому что сколько уже было сказано, но поскольку это день такой профилактики, мы с вами еще раз об этом поговорим. В начале эпидемии, конечно, когда вирус попал в среду наркоманов, это в основном были потребители инъекционных наркотиков. Последние годы, конечно же, лидирует половой путь передачи. Но опять же, в 2016-2017 год у нас вырос паранатеральный путь передачи при использовании инъекционных наркотиков. И какие здесь могут быть меры профилактики? Ну, половой, естественно, да, снизить количество половых партнеров лучше до одного. Пройти вместе тестирование на ВИЧ и при условии отрицательных результатов и сохранении верности друг к другу, ну, может быть, какая-то гарантия может быть того, что ВИЧ тебя минует. Ну, а если ты являешься потребителем инъекционных наркотиков, конечно, лучше всего от этой пагубной привычки избавиться. Ну, а если это пока не представляется возможным, то хотя бы не пользоваться общими шприцами, емкостями. Все это, чтобы было одноразовое. Если говорить об общей численности людей с ВИЧ, статусом у нас в Димитровграде? На сегодняшний день живых у нас, проживающих с ВИЧ положительным статусом, 1707 человек. Из них 30 дети. Получают противовирусную терапию около 650 человек. То есть, с чем еще хотела заметить, мы столкнулись в последние годы с поздней выявляемостью ВИЧ. Когда мы выявляем ее уже на поздней запущенной терминальной стадии, когда уже ни наши усиления, ни противовирусные препараты помочь не могут. И из новых случаев, из 190, которых мы выявили в этом году, 12 молодых людей уже погибли. И 10 из них непосредственно от ВИЧ-инфекции. И поэтому хочу сказать, что ВИЧ, благодаря вот этим препаратам противовирусным, перешел из разряда неизлечимых в разряд хронических. И вовремя назначенная терапия на самом деле сохранит и продолжительность жизни, и качество жизни. Вы встретите старость, воспитаете детей, создадите здоровые семьи. И у нас немало пар таких дискордантных, как они называются, когда один из партнеров ВИЧ-инфицирован, другой здоровый. Конечно, в таком случае обязательно ВИЧ-инфицированному партнеру желательно назначение противовирусной терапии. В поздней стадии выявлений это как? Когда человек уже живет 5 лет с этим, 10 лет с этим? И как она выявляется при... Это, видимо, при прохождении анализов или когда человек уже чувствует себя плохо с сопутствующими какими-то заболеваниями? Вот как раз, да, при присоединении оппортунистических инфекций, при наличии которых у нас и ставится диагноз СПИД, человек обращается к медикам, да, это может быть уже истощение, присоединение туберкулеза, онкологических заболеваний. Когда уже болезнь приобрела необратимое течение, вот в последнее время все чаще вот именно в таком случае выявляется болезнь. Надо бы ее выявлять раньше. И если первоначально, пока вирус еще не мутировал, от момента заражения до вот стадии СПИДа проходило 15-20 лет, то сейчас это все гораздо быстрее протекает, вирус стал более злой, и буквально от начала заражения до стадии СПИДа может пройти полгода или год. Это уже будет поздняя стадия. Да, то есть может прогрессировать в течение года болезнь, да. Сейчас в рамках Всемирного дня борьбы со СПИД проходит акция «Стоп ВИЧ СПИД». Это анонимное тестирование, мы уже делали об этом сюжет, да, ну и анонимное по желанию человека, да. Давайте еще раз скажем об этом, да, где это можно пройти, как это все проходит. Ну, я хочу сказать, что тестироваться на ВИЧ нужно и можно, не только, да, не только в рамках акции, да, мы это делаем, конечно, с целью привлечения внимания. Акция проходит с 27 ноября по 3 декабря, вот завтра заканчивается. И можно сдавать анонимно, можно сдавать по фамилии, имени, отчеству. Во-первых, тестироваться на ВИЧ можно в любой поликлинике города, то есть прийти на прием к доктору и сказать, проведите мне тест на ВИЧ. Можно обратиться в СПИД-отдел на проспект автостроителей 59, в частные поликлиники, кому как удобно. Я знаю, что вы выезжаете на предприятие, в городе так активно проходит эта акция. Насколько люди боятся, не боятся, опасаются проходить этот тест? Сколько вообще, ну, если можно почитать примерно, допустим, людей уже, горожан, хватили? Да, мы вчера ездили со студентами, общались, сегодня на вентильный завод был выезд. То есть, честно говоря, люди с удовольствием принимают участие в тестировании. К счастью, у нас не было пока выявлено положительных случаев, но около 100 человек мы вот за два дня протестировали. Ну и в отдел к нам, конечно, люди звонят, обращаются, да, приходят. На случай того, что если у человека существует какое-то сомнение, какая-то проблема, он может предварительно поговорить с психологом, с каким-то сотрудником отдела? Может быть, мы дадим какой-то телефон? Конечно, они могут поговорить с любым из докторов. Отдела мы никогда никому не отказываем. У нас есть врач-эпидемиолог, психолога, к сожалению, в отделе пока нет. Телефоны 325-52, 649-40 и 482-41. То есть, можно сначала позвонить, получить всю необходимую информацию, потом при необходимости подъехать, пройти тестирование или экспресс-методом, или стандартным методом. Бесплатно. Ну, еще один такой профилактический вопрос. Как свести риск инфицирования к минимуму? Уже об этом немножечко начали говорить. Да, я уже сказала, вот на самом деле, это пройти тестирование и хранить верность друг другу, да, количество половых партнеров, снизить до минимума, не пользоваться общими шприцами и емкостями. И я просто хотела привести, если случаются половые связи случайные, обязательно пользоваться барьерными методами контрацепции, ну, таким как презерватив. То есть, он достаточно предохранит от заражения ВИЧ. На днях, буквально позавчера у меня мужчина был на приеме уже под конец рабочего дня, который в выходные имел половую связь с женщиной. Причем, ну, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Женщина ему сказала, что она ВИЧ-инфицирована. Он ей просто не поверил. Решил, что она, ну, пошутила или просто не хочет продолжения отношений. Тем не менее, у них произошел половой контакт. И вот уже наутро он осознал, что, собственно, это не шутки. Всю серьезность. Да. И он пришел к нам, и вот передо мной сидел взрослый мужчина, который вот реально плакал. То есть, он понимает, что, во-первых, он воспитывает ребенка. Он подставляет не только себя, он подставляет всю свою семью. И, наверное, какие-то вот эти случайные контакты, они не стоят того, чтобы прощаться со своим здоровьем, а зачастую с жизнью. Ну, я считаю, что, ну, такой вот факт его чему-то научат и в дальнейшем, ну, заставит более обдуманно совершать поступки. Потому что, в основном, вот все эти вот контакты сомнительные происходят в состоянии или алкогольного, или наркотического опьянения. То есть, под воздействием каких-то психоактивных веществ. А человек ВИЧ-инфицирован, он обязан же говорить об этом своему партнеру, пусть там, я знаю, случайно, пусть... Или даже, как вот вы говорили как-то, что даже в семьях не всегда человек признается? Ну, вообще, они все нам пишут расписку о том, что знают, что страдают таким заболеванием, что несут уголовную ответственность за поставление в угрозу заражения или за заражение своих членов семьи или окружающих людей. На деле, в принципе, они не должны ставить в известность о своем диагнозе, но они должны избрать такое поведение, чтобы оно 100% было безопасно для партнера. То есть, можно сказать, что у него гепатит. То есть, в 100% случаев использовать презерватив, даже при обращении к врачам, они не обязаны сообщать свой диагноз. То есть, когда уже он видит, что болезнь не поддается лечению, тогда он может доктору об этом сообщить. Так что, в ваших руках ваше здоровье, можно сказать так. Тоже напоминаю телезрителям, что у нас в гостях была Лариса Евгеньевна Караулова, заведующая отделом по профилактике и БРБ со СПИД и инфекционными заболеваниями. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Спасибо.